всем привет друзья время позднее я сегодня искал новую информацию о проекте дуйного вот хотел записать сначала обзор по кабинету но друзья знаете там вопрос не задавали почему я инвестирую я уже говорил писал видео сейчас проходит конкурс кстати можете записать видео почему именно вы инвестируете мотор колесо дуйного условия конкурса вы найдете ну так забейте просто на youtube конкурс мотор колесо вот и все и там выскочит ролик вы спокойно найдете условия конкурса если вы не подписаны на новости если до сих пор не знаете об этом ну и вот я сегодня искал информацию из искал и нашел видео ролик одного из партнеров такого же человека как мы с вами который инвестирует в компанию дуйного и мне он так понравился друзья что я не удержался я хочу выложить вам отзыв этого человека ну и пусть а то слушаете постоянно меня да мало ли я вам наскучил уже оскомину набил нет вот давайте послушаем мнение тоже одного из людей тем более видео обзор он сделал такой ну там просто его мнение почему он инвестирует в компанию дуйного почему он приобретает акции там достаточно так просто конкретно рассказано о том что его мотивируют ну и так далее и тому подобное вот ну а ссылку кто до сих пор в раздумьях у меня такие есть спящие а у просыпайтесь кстати друзья я зашел сегодня в проект посмотрел кто-то из вас там я не помню сейчас уже по именам не хочу называть даже если помнил это зачем это дело лично каждого но посмотрите на всякий случай проверьте свои платежи у я увидел тому двух людей просрочку платежа но понятно новый год может излишние траты на семью или еще какие-то другие причины может просто человек запарился может работа и просто бывает такое вылетело из головы так что проверьте ну а что я вам желаю всех хороших заработков инвестируйте в проект мотор колесо дуйного solar group проект развивается проекта бомба проект шикарный и будет вам счастье и будет вам отличная пенсия и будет вам отличное будущее отличное от сегодняшнего положения дел в лучшую сторону ну и поставлю вам ролик этого человека потому что ну не смог я пройти мимо и будет у вас не только мое мнение кстати о этом проекте все друзья всем приятного просмотра до следующих публикаций всем привет наверное излишне будет говорить о распространенности в наше время электродвигателей этому наглядно может свидетельствовать тот факт что расстояние в 300 с лишним километров быстро и комфортно я преодолел исключительно посредством их работы транспортные электротяги это лишь один из сегментов широчайшего их применения а все для того чтобы посетить мероприятие которое к эре электродвигатели имеет самое непосредственное отношение уже давно я воочию хотел взглянуть на очень значимое достижение современности мотор колесо дмитрия александровича дуянова знакомство с изобретением первого мире синхронного мотор колеса у меня состоялась три года назад благодаря вот этому ролику на ю тубе тогда я порадовался завтра изобретения но опечалился обстоятельствами эпохи которые очень редкие достижения наших ученых на практике воплощаются в жизнь складывается впечатление что кому-то очень выгодно приобретать зарубежные технологии не поддерживая развитие своих а совсем недавно я узнал что история имеет активное продолжение став проектом с народным финансированием внедрение продолжено говоря языком экономистов благодаря крауд инвестингу развитие данных технологий как мы можем принять участие и повлиять на то что будет создана и вот я уже нахожусь на встрече презентации проекта дуянова главное отличие этого мотор колеса от классических в том что он асинхронная и не имеет составе постоянных магнитов для производства которых используются редкоземельные металлы добываемые только в китае делая китай монополистом производстве билдс и двигателей создав первое мире асинхронное мотор колеса без постоянных магнитов дмитрий дуянов представил более дешевую и эффективную альтернативу на презентации были продемонстрированы такие преимущества колеса как динамика мощь и компактный размер для электровелосипедов разработаны мотор колеса мощностью аж в 10 и 20 киловатт вы только представьте какая-то мощность осуществить это позволила уникальная запатентованная дмитрий дуяновым технология совмещенных обмоток под названием славянка не вдаваясь в подробности технология позволила совместить два вида обмоток классических асинхронных электродвигателей треугольники звезду в одну обмотку дуянов имеет 18 патентов на свои изобретения оценить характеристики уже успели сотни профессионалов в сфере электротранспорта и множество обычных людей это были это не шутки это серьезно прям серьезно не активно давайте это прям шаг в другое измерение это уже другое направление презентация проходила в очень интересном формате выступали партнеры проекта и просто интересные люди справа от меня сидел сергей русаков названы в средствах массовой информации нашим местным тесла спереди у обычных машин находится чисто двигатель двигательный отсек да у меня вполне полноценный багажник за внешний вид не судите строго скромничает минский тесла это этап технической разработки максимальная скорость 115 километров в час разгон как у типичной малолитражки ладно сколько я смогу ехать километров на этом потребителе задавалось много вопросов следует отметить что мотор-колеса это лишь одно из направлений проекта просто именно широкую известность проект приобрел благодаря мотор-колесу основная цель проекта намного более глобальная это создание проектно-конструкторского бюро основным направлением деятельности которого станет разработка и проектирование инновационных электродвигателей с использованием технологии славянка на сегодняшний день партнерами проекта сотрудничестве с компанией дэнзел из китая разработан и запущен производства двигатель da 90s используемый в электробайках этот двигатель уже доступен к покупке на этапе запуска в серию следующий электродвигатель еще я узнал что существующие консервативные синхронные двигатели могут быть модернизированы при помощи обмотки славянка и после модернизации по характеристикам начинают оставлять позади самые современные электромоторы 2011 по 2016 год автор уже патентовал обмотки и заключал лицензионные соглашения с ремонтными предприятиями выдавая им лицензии на модернизацию двигателей тем самым принося компаниям прибыль технология дает такие плюсы как экономия электроэнергии до 40 процентов снижение себестоимости двигателя на 30 процентов переход двигателя из класса энергоэффективности и один в класс е3 или даже е4 повышение надежности сервис фактор 2 и 5 увеличение пускового момента на 35 процентов уменьшение пусковых токов на 35 процентов снижение шума и вибрации вот такие чудеса техники весь инвестиционный проект разбит на 20 этапов реализовать который запланировано за три года течение этого времени должно быть привлечено 40 миллионов долларов народных инвестиций старт был дан в мае 2017 реализовано все будет 2020 таким образом проект на момент выхода этого видео находится примерно на средине пути идет с опережением и шестой этап финансирования даже был пропущен и нам дали понять что сейчас самое оптимальное время для инвестиций спикеры акцентировали наше внимание на то что основная цель на которую требуется финансирование это создание проектно-конструкторского бюро инжинирингового центра в особо экономической зоне технополис москва площадка алабышева что позволит развернуть деятельность по разработке электродвигателей с использованием уникальной технологии совмещенных обмоток выпуск собственных двигателей видеостановочных партий после запуска конструкторского бюро компания будет зарабатывать на разработке двигателей потребования заказчика здесь отмечается то что уже один серьезный заказ от серьезной компании сможет отбить все инвестиции разработка стоит очень дорого заработок будет на продаже лицензий на право производства электродвигателей по уникальной технологии на продаже технологического оборудования и оснастки производства на реализации готовой продукции электродвигатели мотор колеса как по моему мнению так все достаточно логично выглядит зачем конкурировать производстве чего-либо когда практически во всем имеется тенденция перепроизводства и идет твержесткая конкурентная борьба когда можно зарабатывать на продаже технологий как свое время планировали американцы стремясь превратить китай сборочный цех а свою страну в гигантское кб но совсем не глупые китайцы сами привлекли технологии и мечте американцев не суждено было сбыться появление крутых китайских брендов этому пример к слову из зала кто-то справедливо заметил а вдруг китай без зазрения совести скопировал и давно использую технологию дую нова ан нет благодаря одному из партнеров проекта технология получила поддержку департамента вэйхай и была включена программа инновационного парка вэйхай а китайцы так легко копирующий мировой опыт очень строго относятся к авторским правам внутри страны как я понял технологию дую нова прописали в китае и копировать ее теперь нельзя только купив лицензию за большие деньги финансирование проекта происходит посредством продажи инвестиционных долей участникам эти доли скомпонованы в пакеты разного номинала есть возможность оплатить сразу или в рассрочку это достаточно удобно доли реализуются с дисконтом венчурной премией который снижается по мере перехода проекта с этапа на этап с каждым этапом стоимость долей компании будет повышаться так как возможные риски уменьшаются еще мне понравилось что спикеры не скрывали что все же риски у проекта есть на всех этапах просто в начале выше дальше значительно ниже здесь не вспомнился провальный проект российского олигарха возможно это наглядный пример того что далеко не все решают деньги нужен и талант и настоящая технология и надежная команда единомышленников и возможно поддержка всего честного народа ведь должно же когда-то желание тысяч людей во что-то дематериализоваться таким образом поучаствовать в этом может каждый кто купит долю компании и не только еще нам рассказали что проект интересен тем что вложив средства можно как спокойно дожидаться пока заработает предприятие пойдут первые дивиденды а также и сразу начать зарабатывать привлекая в проект новых участников а это на мой взгляд очень заманчиво на этом месте из зала начали раздаваться требования расчетного счета для перечислений но не обошлось и без скептиков выступил гражданин и назвал все это финансовой пирамидой задавал каверзные вопросы не платим не за счет новых и что хочется отметить ведущие не сплоховали и отвечали не заученными выражениями финансовых профессионалов а так как отвечали бы люди бесконечно верящие в успех мероприятия это мне понравилось атмосфера царила не навязчивая не так как бывает у тебя есть минута срочно решай информация была преподнесена в доступной форме на принятие решения временных рамок не ставилась поэтому решение уже за нами почти три часа пролетели очень быстро под видео ссылка на регистрацию в проекте асинхронные двигатели до иного от партнера вот такой вот обзор я сегодня решил записать друзья чтобы вы посмотрели на этот проект не только с моей стороны со своей ну и узнали мнение стороннего человека ну и чтобы быть в курсе событий перейдите в новостной раздел вот здесь и подпишитесь на новости также если у вас есть вопросы можете всегда обратиться в техподдержку либо позвонить прямо с сайта в кул центр так находится он здесь недалеко от меня куркинское шоссе и на сегодняшний день на седьмом этапе вот такие вот цены минимальная инвестиция 500 долларов и вы можете оформить ее в рассрочку на 10 месяцев по 50 долларов некоторые мои партнеры пользуются возможности увеличивают свой пакет это можно сделать в разделе мои рассрочки переходите и вот здесь есть раздел увеличить пакет нажимаете и выбираете пакет на который хотите увеличить пожалуйста так и вот я не так давно оформлял очередные доли очередные акции которыми начислены европейский стандарт можете посмотреть это раздел мои документы приложение к договору где прописаны все ваши действия вот пожалуйста юридический стандарт так где он где он где где вот вот так выглядит мой сертификат на 20000 долей пожалуйста количество долей номер регистрационный номер в реестре скоро компания будет предоставлена возможность получать эти сертификаты на руки ну что друзья я сегодня не буду много чего говорить вы люди взрослые думайте сами решайте сами нужно вам в будущем хорошая пенсия или просто хороший актив в вашем инвестиционном портфеле или не нужен я для себя решение принял я инвестирую и ни о чем не жалею и вот как видите у меня тоже партнеры инвестируют вот я говорил видите человек пропустил платеж вот кстати Михаил из Новосибирска тоже был на встрече так что повнимательнее друзья я заранее делаю платежи чтобы вот тоже человек увеличил свой пакет до 2000 долларов воспользовался возможностью я заранее проплатил чтобы Новый год отмечать спокойно я январский платеж тоже уже сделал ну а вы решайте сами вот как видите не все инвестируют некоторые в раздумьях поэтому каждый принимает решение для себя самостоятельно кому-то может мало еще информации а может кто-то еще просто спит чешет затылок ну таким людям те кто делает все в жизни своей наполовину может кто-то просто привык всю жизнь работать на дядю Васю на наемной работе кого-то это устраивает меня это не устраивает я привык работать сам на себя все друзья всем хорошего настроения хорошие заработков рекомендую пожалуйста это мое мнение вы же принимаете решение еще раз скажу сами за свое будущее вы отвечаете сами не дядя Вася не дядя Петя не папа мама не бабушка дедушка не ваше государство вот а сами ну все до следующих публикаций всем удачи друзья и хороших выходных которые скоро настанут а самое главное чуть не забыл хорошего предновогоднего настроения